Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь рады встрече с вами. Мы благодарны вам за те отзывы, которые оставляете. Нам очень важно знать не только тогда, когда вы нас благодарите, за что мы вас очень признательны, это воодушевляет нас. Но нам, наверное, и ценно знать, в чем вы можете быть с нами не согласны. Это помогает нам переосмысливать, наверное, те ценности своей жизни и переосмысливать, может быть, что-то еще. Но мы продолжаем исследование Священного Писания. Как бы то ни было, Бог всегда остается тот же. И вместе с вами остается та же Наталья Цонева в качестве ведущей, Артур Голстян и я, Константин Костенко. Спасибо за такое представление. У нас сегодня для исследования одна из великих тем – это тема милости Божьей. Это то, на что надеется каждый человек, живущий на этой земле, и к которой прибегает даже тот, кто не верит в Бога абсолютно, но в какие-то критические моменты, трагедии, либо, может быть, испытания в своей жизни, к Богу обращается такой человек и говорит, прояви себя, Господи, в моей жизни, прояви милость ко мне, даже если этот человек никогда не верит. Знаешь, говорят, есть один очень такой случай в жизни человека, когда человек не может быть неверующим и, естественно, не надеется на милость Божью. Я об этом читал в воспоминаниях многих людей, которые прошли войну. И они говорят, что на войне нет неверующих людей. Я тоже с этим сталкивалась, вот именно с этой фразой, что на войне нет неверующих людей, потому что тот ужас, через который им приходилось проходить в одиночку, без осознания Бога за своей спиной, поддержки, наверное, нереально пройти. Сегодня у нас для исследования, мы возьмем 50-й Псалом, и вот в самом-самом начале, когда Давид обращается, можно сказать так, в стартовых текстах, он говорит «Помилуй меня, Боже». И вот это вот обращение, просьба о милости, мы довольно-таки часто ее можем встречать, и она звучит и у людей, которые недостойны этой милости. Я смотрела и читала о Нюрнбергском процессе, когда военные преступники, совершающие немыслимые вещи, но они просили о помиловании, и они надеялись на какое-то определенное снисхождение со стороны судей, хотя это были такие вещи недопустимые, наверное, они сами понимали, что их просьба останется неисполненной. Но вот они просили о помиловании. Я хочу вас спросить, а вот Давид просит Бога о милости, о помиловании, а есть какие-то условия для проявления этой милости? Есть какие-то условия для помилования? Есть условия, я думаю, только одно – искреннее раскаяние. Но у меня тогда попутный вопрос, а Давид вообще мог рассчитывать на эту милость, раз он так взывает к нему? То есть, скажем, давай по-другому вопрос зададим. Основание или когда-то в нём прошлом такое было, почему он знал или вот так уверенно обращается к Богу о помиловании? Он что, знал о том, что Бог может это сделать? Так естественно. А что, мы не знаем, что Бог милует, когда человек искренне кается? Знаем, да. Но когда ты это делаешь впервые, то у тебя есть… А кто сказал, что это впервые? Что, по-твоему, что у него до этого… Так вот я к чему веду, до этого были у него такие моменты, когда он в настоящее время вот так смело или прямо обращаясь к Богу, и говорит, Господи, помилуй меня, он же рассчитывает на это. Ну, конечно. Когда мы читаем… Ну, здесь очень много псалмов, где Давид вот вызывает как раз Божью милость о том, что я согрешил, меня гонят, Боже, заступись, Боже, помилуй. То есть, мне кажется, это большая часть мига вот псалмов, как раз его псалмов состоит из именно вот этого помилования. То, что в Священном Писании не упоминаваются, вот, скажем, многие его погрешности, это не означает, что его жизнь представляла собой чистый лист бумаги. Просто Священное Писание конкретно отмечает, ну, вопиющее беззаконие. Это грех Сверсавия, допустим, это перепись населения, то, что… Ну, это не означает же, что у него… Ну, наверное, просьба о помиловании именно в контексте 50-го псалма, который начинается с таких вот слов, то есть, там конкретная отсылка идет к событию, да, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. То есть, здесь конкретные события, та трагедия в жизни, которая произошла, вот, тут весь клубок, та ситуация. И поэтому вот в свете вот этого, вот это обращение Давида к Богу, его просьба о помиловании, они имеют особый оттенок, правда? Да, особые какие-то условия для помилования, потому что это не просто было какое-то недоразумение, это было… Да, естественно, это умышленное… Спланированное убийство. Спланированное убийство, но, правда, он не хотел убивать. Он все делал, чтобы Урия пошел к своей жене, вы помните, чтобы, если бы она родила, ну, бы сказали, от Урии, не от Давида. Но поскольку Урия никак не соглашался, и при этом Урия проявлял как раз свою преданность Давиду, да, как я могу пойти вот в такое военное время, да, к жене, да, когда мои братья там воюют. И вот это вынудило, в принципе, Давида уже пойти вот на такое умышленное убийство вот этого человека, да. Ну, здесь очень интересный момент, когда написано, да, после того, как Давид вошел к Версаве. Да, это не означает, что Давид вошел в Версаве, и на следующий день пришел пророк. Но он пришел уже когда… Он пришел когда, да, уже ребенок. Да, после того, как Урия уже был убит. Да, то есть, фактически, мы можем сказать, где-то 9 месяцев Бог молчал вообще. Вот в этой ситуации. Я не знаю, он пришел после того, как ребенок родился, и вот, да, вот я этот момент не помню. Но тем более тогда 9 месяцев фактически Бог молчал. И вот только после этого пророк приходит. Но вот обратите внимание, когда мы рассматриваем книгу царств, когда Нафан пришел и сказал Давиду, да, вот что ты это сделал в форме притчи. Вы помните, да, реакция Давида, да, он признал, что я согрешил перед Богом. Ответ Нафана, помните, говорит, и Бог простил тебя. То есть, он уже знал тогда, что Бог его простил. Да, при этом он также понимал, что должен понести последствия своего беззакония, своего греха. Вы помните, мы об этом говорили, да, быть прощенным, это не означает не нести последствия своих прегрешений. То есть, Давид уже тогда знал, что он прощен Богом. 50-й Псалом больше говорит о том, что он сам себя не мог простить. Бог его просил, но он не мог себя простить, потому что он здесь пишет, что беззаконие всегда передо мною. То есть, я всегда вижу вот это, как я послал Урию на смерть. Поэтому здесь вот такой очень трудный момент, да, с одной стороны, мы просим, что Бог нас простил. Искренне, если, конечно, мыкаемся. У нас есть вот эта гарантия, что Бог нас простил. Но, с другой стороны, когда вот нечто такое вопиющее мы сделали, нам очень трудно вот с этим жить. Артур, а вот ты говоришь, он сам себя простить не мог. Ну, вот смотри, вот здесь и в третьем тексте, и потом в одиннадцатом он говорит о таких вот моментах, когда он говорит, изгладь беззакония мои. То есть, но это касается, наверное, не только того, что он себя не может простить. Он просит у Бога определенного действия. А, кстати, что это значит изгладь? Откуда надо было изгладить беззаконие? Ну, они верили, что беззаконие записывается в книгу, и с этой книги можно удалять вот эти беззакония. И Давид в данном случае просит именно, что Бог вот стер его беззаконие из вот этого, ну, скажем так, свитка, да, какого-то памятного. Да, да. Но опять же, Наташа, понимаешь, да, я помолился Богу, да, вот пришел пророк, мне сказал, Бог тебя простил. Но опять же, человек может не чувствовать вот того умиротворения, потому что перед его глазами опять мелькает картина, как он отправил насмерть человека. Вот давайте оно, как каждый из нас представит, что кто-то из нас убил человека умышленно. Но мы пришли в церковь, помолились, да, попросили прощения, искренне раскаемся. В любом случае от вот этой навязчивой идеи не так легко, как бы, отказаться, наверное, потому что всегда это по-любому всплывает от сознания. И я думаю, это определенное время, наверное, нужно. И каждый раз, когда он это вспоминает, он опять взывает к Богу, что Бог его простил. Когда Давид молится вот в этом псалме, записывает свои переживания, он говорит такие в шестом тексте интересные слова. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал». Институт перевода Библии говорит, против тебя одного согрешил я. И я хочу спросить, как понимать вот этот текст? Ведь, ну, по сути, Давид согрешил и против Версавии. Однозначно, потому что я не совсем уверена в том, что она могла сопротивляться. Может быть, у нее просто не было выбора у этой женщины, потому что надо понимать, в каком обществе она находилась. Нет, Наталья, в ее статусе она могла бы. Возможно. Она могла бы, потому что ее муж был очень выдающимся полководцем, и ее дед был как бы правой рукой Давида. Поэтому она могла бы поднять шум. Мне кажется, и в основном многие комментаторы тут соглашаются, что это с ее стороны тоже было обоюдное согласие. Да, возможно. Возможно. Потому что я не находила комментариев, и для меня этот вопрос был открыт, и вот сама Версавия, как она к этому относилась. В данном случае она могла бы поднять этот вопрос. Достаточно было дедушке сказать. А ты помнишь, что написано про Ахитофела? Его слово приравнивали, да, как будто к слову Бога. Поэтому это не те люди, которым бы не прислушались бы люди. Если она подняла бы шум, что меня царь пытался изнасиловать, то это целое дело Бога. Спасибо, Артур. Но вернемся к нашему размышлению. Но фактически он согрешил против Версавии, да? Потом он согрешил против Урии и его родных, его семьи. Но здесь Давид говорит, что против тебя единого я согрешил. Как вот этот вот текст понимать? Он не считает, что он натворил и в жизни тех людей? Нет, я думаю, что считает, конечно, Наташа. Просто здесь, я думаю, он просто первостепенный акцент ставит, что моя самая первая ответственность, зачем я вообще не должен грешить? Это моя ответственность перед тобой. Потому что в 16-м тексте он как раз вспоминает эпизод Сурия. «Избавь меня от крови». А значит, 16-й текст, это к этому имеет отношение? Да, конечно, потому что в контексте 50-го псалма здесь все касается вот его отношения вот с Версавией и Сурии, его раскаяния. Поэтому в данном случае «Избавь меня от крови» он имеет в виду именно вот эту ситуацию, то, что он отправил Урию на смерть. То есть он осознает, что он поступил неправильно, он согрешил перед Турией. Но просто на первом месте, перед кем он согрешил, он понимает, что это Бог. То есть я не думаю, что здесь он не чувствует этой ответственности. Потому что я уже сказал, что когда пришел Нафан, сказал «ты прощен». Но после этого вот излагает 50-й псалмом. То есть он опять чувствует, что ну не может он смириться вот с этой идеей. Ну на самом деле у меня тоже такое было в жизни. Ну не в том плане, что я совершал вот нечто такое. Но опять же вот молишься, да, вот ты чувствуешь, что Бог тебя простил. Но вот что-то опять тяжело, что вот не можешь забыть вот то, что ты сделал. Трудно забыть. Время нужно, наверное, все-таки. И не всегда даже время помогает. Вот примириться с каким-то событием, причиной которого ты стал, особенно если это принесло урон другому человеку, и не одному может быть, то примириться с самим собой. Это одно из наказаний для человека, стоять перед собственным судом. Да, вот в пятом тексте он пишет, вот смотри, грех мой всегда передо мной. То есть не могу освободиться вот от этой тяжести. Ну правда, он дальше просит, чтобы ты вернул мне радость, веселье, потому что после этого, ну о каком веселье может идти речь, да? А вот здесь в этом псалме, смотрите, он несколько раз и в четвёртом, и в девятом, и в двенадцатом он говорит об изменениям и преобразовании. Вот давай многократно омой меня, да? Вот он говорит. Потом в девятом тексте окропи меня и сопом, и вот тогда я буду чист. То есть ты надо мной что-то произведёшь, и только после этого вот придёт какой-то момент очищения или прощения. Потом двенадцатый такой вот легендарный, сердце чистое, «Сотвори во мне Божий Дух правый, обнови во мне», да? И вот шестнадцатый, как ты говорил, «Избавь меня, Божий, от чего-то». И вот здесь, перечисляя так вот постоянно вот эти моменты, Давид подчёркивает, что как бы вот изменения, хотя он же кается, он говорит, вот передо мной это постоянно, но создаётся такое впечатление, что Давид хочет подчеркнуть, что изменения внутри него, они как бы ему не принадлежат, он не может их в самом себе произвести. Я правильно понимаю? Правильно ты понимаешь, Наташа, потому что, вот смотри, в седьмом стихе он говорит, «Я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя». То есть он хочет сказать, что я уже, вот как родился, я уже грешный по природе человек, да? И поэтому вот ввиду своей греховной природы я вот совершу то, что вообще не должен даже совершать, да? И поэтому он хочет сказать, что поскольку я уже рождён по природе греховным человеком, я сам себя изменить не смогу. И вот этот текст, то, что ты прочитала, «Сердце чисто сотвори во мне». Вот глагол, который используется здесь для «сотвори» — это «бара». «Бара» — глагол, он применяется исключительно к Богу. То есть человек не может «бара» творить. Если я не ошибаюсь, он используется в первых главах «Бытие». Не только. Ну да, «Бытие 1.1» — это «бара». То есть «бара» — вот человек не может «бара». «Бара» может исключительно Бог. Поэтому вот то, что он здесь использует слово «бара», глагол, имеет в виду, что только Бог может изменить его нутро, потому что он по природе уже рождён грешником. Он сам себя не в состоянии изменить. И никто из нас не может себя изменить. Поэтому, естественно, мы просим, чтобы Бог произвёл преобразование в нашей жизни. Вот это он, конечно, отчётливо осознаёт здесь. Хорошо. А как же тогда, ну вот получается, что бесполезно обвинять кого-то в том, что человек не меняется, если он сам себя изменить не может. А как же тогда вот часто в Ветхом Завете мы встречаем упрёк Бога по отношению к своему народу, когда он говорит, и вы поступаете так же, как поступали отцы ваши, да? Или вот вы делали что-то хуже, чем делали отцы ваши. Но у них-то получается и не было выбора поступать по-другому, если человек сам себя никак изменить не может. За что тогда упрекать? Ну почему же Бог давал возможность человеку или народу из поколения в поколение приобретать тот опыт? Помнишь, через Моисея Бог даёт заповедь, когда ты идёшь, ложишься или что-то ещё говоришь, наставляя юношу от начала пути его, чтобы он потом, когда повзрослеет, он не отвратился от пути своего. То вот эти наставления, которые приходят через опыт познания Бога от поколения к поколению, они-то и должны, наверное, были совершить то преобразование, которое Бог ждал от них. Внутренние изменения ты имеешь в виду, да? Ну опять же, преобразование для их, опять же, от Бога должно было исходить. Это был народ, который находился в присутствии Бога, который видел Божьи чудеса. Бог же не говорил, вы сами собой изменитесь. Я вас вывел, я нахожусь в вашем присутствии, равнитесь на меня, я буду вас изменять. Другое дело, вот насколько сердце человека открыто для таких изменений. Вот в прошлый раз, по-моему, мы говорили, насколько Давид любил Бога. И поэтому ради Бога он был готов на всё. Вот, например, мы читаем, да, вот, например, вот, когда пророки приходили к царям в основном, и что-то такое говорили, то, что было не по душе. Написано, что цари гневались от этого в основном. А вот пришёл Нафан, сказал Давиду, что ты сделал, он сразу, если грешил, я виноват, вот, прости меня. Поэтому этот человек, он чутко и остро реагировал. Он по природе был вспыльчивым человеком, по природе. Но быстро понимал ситуацию, быстро осознавал, и если что-то не то, он всегда уткаялся перед Богом. Готов был соглашаться с Богом. Всегда, да. Всегда. Если он понимал, что он не прав, всегда готов был. В одной из заповедей есть такой постулат, благословляющий до тысячи родов, любящим меня. В другом месте в Священном Писании мы встречаем такое, что Бог говорит, слово моё, которое я посылаю, не возвращается ко мне тщетно. То есть не исполнившим то, ради чего я его посылаю. То есть, если Бог посылает эти благословения из рода в род, значит, они какую-то работу должны были совершать. То, о чём говорит Давид, говорит, наверное, как раз о том, что способность раскаиваться — это одно из тех действий, которые Бог хочет видеть в человеке, в любом человеке. Костя, а способность раскаиваться, она зависит от человека? Ну вот, Давид вот такой вот был, да, он, ну, скажем так, среди многих героев Библии, или просто людей Библии, он же определённый самородок. Действительно, он настолько открыт перед Богом, как на прошлой встрече нашей ты говорил, он танцевал, ну, Библия говорит, скакал от радости, что вот Бог идёт в свой дом. Так вот, покаяние — это способность или каждого человека, или, может, какое-то особое дарование, или не каждый может так каяться? Ну, это больше воздействие Духа Святого на сердце, точнее, на совесть человека. Но вот какая реакция будет, всё-таки зависит от человека тоже. Вот откликнется он на это или нет? Всё зависит от состояния его сердца. Помните, однажды Бог приходит к Каину с предложением раскаяться и говорит, что будь внимательный, у двери сердца твоего греха лежит. Но ты можешь господствовать над этим грехом. То есть ты можешь либо принять его приглашение, предложение или приглашение, либо ему сказать «нет». От воли человека, да, зависит. Но понимание того, что, как Давид говорит, «Во грехе меня зачала, у меня мать моя», и понимание того, что я от греха слаб и немощен, поэтому приход к Богу помогает обрести эту силу к покаянию. То есть если суммировать, вот сейчас маленький итог подвести под нашей беседой, изменение человека не в руках человека, оно в руках Бога, но только от нашего желания. Да, зависит, насколько эффективно будет это изменение. Будет ли это в моей жизни или не будет? Конечно. Вот если вот еще говорить о Давиде, насколько он был вот таким открытым, да, человеком, вот смотрите, 50-й псалом представляет его внутреннее переживание, это его личная молитва к Богу. Вы согласны с этим, да? А когда мы открываем 50-й псалом и читаем прямо, ну даже, ну самое первое предложение написано начальнику хора. То есть свое личное переживание, свою личную молитву, Давид вот подарил другим, чтобы вот его вот эту молитву, его вот эти переживания, все, что он чувствует, то бремя, которое над ним тяготеет от этого греха, это стало достоянием уже левитов, да, которые уже это все воспевали. Поэтому здесь очень важно, Давид не скрывал, не скрывал вот своих вот этих чувств. Вот то, что он чувствовал, вот эту тяжесть от этого беззакония, от греха, он это поведал, поскольку, или мы бы сказали, он осознавал, что грех был умышленным, значит, необходимо вот такое, ну и всеобщее такое, раскаяние или покаяние. К сожалению, мы не находим имени начальника этого хора, но такое маленькое замечание, что, насколько я знаю, когда композитор пишет свое произведение, он не доверяет ему, кому попало из музыкантов, даже дирижерам. Он доверяет только тем людям, которых он уверен, что они правильно передадут характер и все эмоции этого произведения. Вероятно, Давид нашел такого начальника хора, который смог донести это сегодня и оставить это для всех поколений. Спасибо этому человеку. Наташа, здесь есть еще один очень такой интересный нюанс. Вот если мы прочитаем 13-14 стихи, когда он просит, чтобы Бог его простил. Смотри, как он аргументирует это. Вот 13-14 стих. Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Вот смотри, вот как он описывает свой слайд. То есть сегодня у меня вот такое, но вот плохое настроение, да, потому что этот грех всегда передо мной. Но вот если ты изменишь меня, вот сицело, да, вот если ты простишь меня полностью, если вот ты вернешь мне вот эту радость, вот как сложится моя жизнь, вот чем я буду заниматься? Другим, помогать другим. Помогать другим, не совершать тех же ошибок. Вот это и есть вот плод вот истинного прощения, наверное, да. Вот не идти и повторять те же самые беззакония, да, Господи, меня прости, спасибо, я пошел то же самое делать. Завтра, послезавтра, одно и то же, ну, прости меня, каждый день прости. Но истинный человек, который на самом деле осознает, ощущает, что Бог его прощал, что он прощен вообще, что Бог его просил, что вот эта радость к нему вернулась, этот человек будет наставлять других людей, чтобы те не повторяли его ошибок. То есть на своем примере я вот обучаю других не делать тех же самых ошибок, не наступать на те же самые грабли. И апостол Павел в послании к римлянам дает этому тексту вообще очень уникальный контекст. Вот смотри, когда мы читаем шестой стих, «Тебе, тебе, единому согрешил я, и лукавое приточами твоими сделал вот эту часть. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Как мы это понимаем? Вот этот момент. Что Давид готов нести то осуждение на себе и не иметь к Богу никаких претензий за тот приговор, который Бог ему выносит. То есть Давид соглашается с решением Бога, что и дитя у тебя умрет, и твоих наложниц изнасилуют, вы помните, да, ты еще будешь бегать от руки твоего сына. То есть он говорит, во всем этом Бог справедлив. Однако апостол Павел придает этому тексту совершенно иной оттенок. Я не знаю, вот в синодальном переводе оно не очень вот так отчетливо видно. Если у вас есть какой-то, например, другой иной перевод, давайте мы откроем, это третья глава. Мы можем посмотреть институт перевода Библии. Да, можно. Послание к римлянам. Вот смотрите, апостол Павел просто связывает вот этот текст, который мы прочитали, так что ты проведен в приговоре твоем и вот этот текст научу беззаконно твоим путям. Какой текст? Третья глава. Римлян. Вот, давай мы прочитаем. Римлян, третья глава. Четвертый стих. До этого вы помните, да, о чем он говорит, что наша неверность упраздняет неверность Божью. Говорит, никак. И вдруг ни с того ни с сего он ссылается вот на этот псалом. Пятидесятый. Я открыла институт перевода Библии. Вот как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Институт перевода Библии дает такой перевод. Конечно, нет. И пусть всем будет ясно, что Бог всегда верен слову своему. А всякий человек в этом мире лжив. В Писании о том сказано, так что будешь всегда ты признан правом в словах своих. И над теми, кто обвиняет тебя, восторжествуешь. Посмотри, немного другой контекст. Над теми, кто обвиняет тебя. Вот когда мы читаем этот текст вот на языке оригинала, некоторые даже переводы, переводят это так. Ты праведен, ты будешь праведен в твоих словах и победишь на суде, на котором будут тебя судить. Представляешь, какая ситуация? То есть суд как бы над Богом здесь. Ты выиграешь этот суд, на котором будут судить тебя. И вот почему-то... Видимо, здесь имеется в виду характер Бога, который сатана подверг сомнению. Да, но он ссылается именно на этот 50-й псалом. Он берет цитату именно вот отсюда, из 50-го псалма. И вот по контексту 50-го псалма, вот Давид же тоже просит, вот ты меня очисть, ты меня прости, и я буду учить беззаконных путям твоим. Вот апостол Павел передает ту идею, что когда Бог прощает грешника, грешник своей жизнью оправдывает доверие Бога. Артур, а если получается так, что не оправдывает, вот человек, к сожалению, мы же, ну, видим такие примеры, и они всегда очень болезненные, когда на каком-то этапе верующий человек разочаровывается и уходит от Бога. И получается, вот своей жизнью он не оправдывает Бога. Да, но бывают и другие ситуации, которых гораздо даже больше, я бы сказал, когда мы говорим об искренне верующем человеке, мы не говорим о простом попутчике, который просто заглянул в церковь, услышал, на эмоциях остался, крестился и потом ушел. Мы говорим о человеке, который осознанно пришел к Богу, который, исследуя священное описание, уверовал Бога. Вот такой человек, как и любой человек в жизни, он совершает подобные ошибки, подобные беззакония, подобные грехи. И когда Бог прощает вот такого человека, когда этот человек, наподобие Давида, вот искренне кается, получает Божье прощение, этот человек своей жизнью уже дальнейшей, он оставляет вот этот грех. Этот человек вот своей жизнью оправдывает доверие Бога. То есть он показывает, что Бог, ну, не зря оправдал меня, Бог не зря дал мне шанс. Вот своей жизнью сейчас, вот я оправдываю авторитет его доверия. Но у Павла есть несколько таких очень сильных моментов, когда он акцентирует внимание именно на этой идее. Да. Ему же принадлежит это высказание «Вы письмо Христово». Правильно, читаемое и узнаваемое, да. Да. Вот поэтому Павел вот очень уникальным образом ссылается вот на этот псалум, и он как бы делает конспект. Из 50-го псалма берет вот этот текст, то, что научу беззаконных, и вот связывает и вот дает вот такую идею, что оказывается, ну, конечно, не буквально, есть, может быть, суд и над Богом. В каком плане? В том плане, что Бог меня оправдал, и все сейчас, все внимание на мне. Как я себя поведу? «Оправдаю ли я доверие Богу?» Бога, точнее. «Или как вымытая свинья опять пойду валяться в грязи?» Если мы берем пример Иова, там же, в принципе, такая же ситуация была. Да, да. Такая же ситуация. Все смотрели на поведение Иова. «Оправдает ли он авторитет Бога или нет?» То, как Бог ему дал характеристику. Да, поэтому на каждом из нас вот сегодня лежит вот такая ответственность. Когда на самом деле Бог меня прощает, это должно побудить меня оправдать вот это доверие. Что Бог дал мне второй шанс. Благо, что Бог дает не только второй шанс. Бог дает постоянные шансы человеку, пока, конечно, тут не перейдет или не все границы уже допустимого. Вот говоря о таком вот милосердии, мы же прекрасно понимаем, что грех в жизни человека решается только благодаря жертве. Не было бы жертвы, не было бы решения проблемы греха. Потому что Христос приносит жертву, и это дает нам шанс, что вот между моей смертью, это осуждение за то, что я грешник, стоит вот эта вот жертва. А здесь такой интересный момент Давид озвучивает. В 18-м тексте он говорит, жертвы ты не пожелал, я бы дал ее тебе. И вот, ну а как ее понимать? Если только жертва, она покрывает грех, она решает проблемы. И Давид прекрасно это понимал, что в святилище решались, урегулировались вот такие вот моменты. А тут он говорит, что Бог не желает жертвы, я бы дал ее. Нет, Наташа, согласно Ветхому Завету, да, в Ветхозаветной системе за умышленные грехи, типа убийства, за нарушение десяти заповедей жертва не предусматривалась. Жертва предусматривалась, скажем, за грех повинности, допустим, это незначительно. Вот, допустим, ты слышал там что-то, ну, утаил, не сказал, или же грех по незнанию, которое ты совершаешь. Но за умышленно открытые грехи, в принципе, жертва не предназначалась. Поэтому здесь, Давид говорит, то, что вот я это совершил, да, если это можно было выкупить жертвами, я бы, ну, все стада бы отдал бы. Но какая жертва покроет смерть человека, то, что я совершил? Ну да, вместо жертвы, помнишь, когда решался вопрос оправдать человека в убийстве или наказать, то там не жертвоприношение было предназначено, а города убежища были. Это если нечаянно, случайно убил города убежища. А если ты умышленно убил, никакие города убежища тебе не помогут. Ну, нужно было сначала доказать, что это там. Да, там происходило определенное расследование. Нет, то, что он убежал в город убежища, это еще ничего не гарантировало. Если он открытый убийца... Я к тому, что там вопрос не жертвой решался, а... Жертвой вообще не решались такие вопросы. Но что интересно, что интересно, вот в Йом-Кипур, в Йом-Кипурская жертва она покрывала вот эти грехи. Артур, а как же тогда такой момент? Если он доживет до Йом-Кипура? Он может не дожить. Но если он раскаялся искренне, и даже если смертный приговор перевелик исполнение, но он до этого раскаялся, Бог его простил, но Бог его не освободил от последствий. Вот Йом-Кипур покрывает вот этот грех. Я хотела вернуться к той мысли, о которой ты сказал относительно жертвы. А как же такие моменты, когда были периоды отступления, идолопоклонства, и мы знаем, что даже святилище было заброшено настолько, что там стояли статуи языческих богов. То есть, это прямое нарушение заповеди, пренебрешение и субботой, и не сотвори себе кумира, и Бог един-един есть. Полный букет. Полный букет, да. Но после этого они перезаключали жертву, то есть, они приносили жертву за свое согрешение. Или если кто-то у кого-то что-то украдет, потом в пятеро он должен возместить, ведь это же тоже нарушение заповеди. Но жертва же существовала, как существовало в святилище. Жертва существовала, конечно, но она не приносила никакого плода, если человек, как ты говоришь, участвовал в беззаконии и после этого приносил жертву. А, нет, тогда я тебе неправильно поняла. Все понятно, да. Конечно же, без раскаяния сам Христос в Новом Завете говорит, если ты что-то имеешь, то ты вспомни, реши эту проблему, а потом приходи ко мне с жертвой. Да, вот он как раз описывает в книге Левит, вы идете, кадите чужим богам, потом приходите в святилище и оскверните святилище. Только вашим присутствием, то, что вы уже находитесь, вы уже оскверняете святилище. Потому что до этого вы были и кадили другим богам. Ну, то есть, когда здесь Давид говорит, жертву ты не захотел, но ведь Давид же раскаялся. Давид раскаялся, но опять же, по ритуальному, за этот грех, за убийство жертва не предусматривалась. Жертва предусматривалась для таких, ну, как сказать, ну, не серьезных. Тогда получается, тогда, когда он говорит, что тебе единому я согрешил, не имеет ли он в виду тот Йом-Кипур, который мог покрыть этот грех. Вот Йом-Кипур покрывает, потому что в Левит 16 главе используется еврейское слово, которое именно относится вот к нарушениям вот этих. Вот эта вот тема милости, великая тема милости, она продолжается еще в 135-м псалме. Этот псалом, я посчитала, 26 раз повторяет «Ибо вовек милость его». Вот он состоит из 26 таких вот стихов, из 26 таких восхвалений, и в каждом из этих восхвалений вот это вот повторяется «Ибо вовек милость его». И весь этот псалом говорит о том, что все то, что здесь не перечисляется, великие события народа израильского, избрания, чудеса, выход, проход через Черное море, ничего из этого не сделано, ну скажем так, благодаря человеческим заслугам или человеческой ценности. Инициатором этого является один и единственный Господь, и по своей вот этой великой милости он все вот это делал в жизни своего народа и в жизни отдельных людей. Но меня интересует, что вот на фоне вот этого текста, этого псалма, я обратила внимание на 129-й псалом, и там есть такой текст. Если ты будешь замечать беззаконие, то кто устоит? Не получается ли так, что милость Божья, она, ну, в какой-то степени закрывает глаза на беззаконие? Потому что, ну вот, для меня этот текст непонятен. С одной стороны, вот такая вот милость, на которую мы надеемся, действительно надеемся, с другой стороны, псалмопевец говорит, если ты, ну вот, будешь замечать все беззакония наши, то кто устоит? Но ведь, как бы, Библия не говорит нам о Боге, который закрывает глаза на наше беззаконие. О чем ты... Знаешь, я как-то читал несколько раз, что опытные люди дают, когда молодожены вступают в завет, создают семью, они дают им очень интересный совет, что во многих случаях нужно оставаться слепым и глухим. А иногда и немым. Иногда и немым, да. Это не значит о том, что, то есть, они должны на все закрывать глаза. Это значит то, что для того, чтобы построить мирную семью, чтобы построить правильные, хорошие взаимоотношения, не закрывать нужно глаза на это, а вот тогда, когда ты это увидел, ну не реагируй на это вот так остро и сразу, и то есть, как это говорят, рубить на корню. Так, так вы нормальных отношений никогда не построите. Если у человека, к примеру, это и есть, то, что тебе кажется неправильным, то оно, оно не исчезнет вот так вот сразу, если ты ему сейчас же сразу скажешь из человеческой жизни. То есть, Костя, ты хочешь сказать, что некоторые моменты Бог нам открывает тогда, когда мы готовы их принять, получается. Не потому, что Он закрывает на них глаза, а просто, возможно, ну даже если нам кто-то через кого-то, через обстоятельства, даже если мы ударимся об это лбом, не факт, что мы это осознаем пока еще. Вот этот момент, да? Ну я вообще Исаию вспоминаю, когда пророк там пишет о рабе Божьем, да? Ну это Христос, мы понимаем, да, Мессия, и там написано, ты видишь многое, но не замечаешь, уши открыты, но не слышишь. Поэтому здесь такой, правда, некоторые говорят, что это к Израилю относится, но все-таки контекст там больше говорит о Мессии. И поэтому здесь ты понимаешь, если каждый грех Бог вот так сразу, на каждый грех, даже мельчайший Бог сразу будет реагировать, у нас просто жизни не будет. А если еще учесть того, что Бог не только наши поступки видит, но Он видит наши мысли, представь себе, сколько раз Богу нужно делать нам замечания. Я поэтому говорю, на жизни не будет. А если еще за каждый такой поступок наказывать, мы все будем в синяка ходить. Поэтому здесь идея в чем? Здесь идея в том, что Бог не сразу реагирует. Бог дает возможность исправить ситуацию. Не то, что вот так сразу, вот что ты сделала, а вот ладно, сделал, сделал, теперь давай исправлять вот эту ситуацию. Главное, чтобы ты осознал, что ты это сделал. Главное, чтобы ты захотел выйти из этой ситуации. Поэтому здесь говорит, что ты как бы не замечаешь в том плане, что мы не всегда сразу видим реакцию на наши грехи, на наши беззакония. Потому что Божья цель, опять же, не наказать, Божья цель подсказать, как выйти из этой ситуации. И поэтому это может продлиться даже. Очень много человек спокойно может жить, но если он уже упорствует в своем беззаконии, естественно, что в один, ну я бы не сказал, что прекрасный для него день, конечно, это все выйдет наружу. А вот я об этом и хотела вас спросить. Смотрите, мы сегодня рассматривали жизнь Давида, но в этом псалме фактически описывается трагедия убийцы. Вот человек, который совершил необратимое, теперь он никак это загладить не может, но по сути, Давид, он совершил убийство, умышленного убийства, и таких людей называют убийцами. Мы рассматривали его жизнь, и как милость Бога в его жизни совершила такое чудо, и да, к сожалению, он всегда об этом помнил, но в этом тоже есть милость Божья. Ты это помнишь, и ты никогда не совершишь более такое. Вот 135-й псалом за каждым пунктом говорит, велика милость Божья. И у меня такой вопрос, вот мы говорили о том, что многие беззакония, пока Бог нам не вспоминает по великой своей милости, а есть какой-то предел милости Бога в жизни человека? Вот что может поставить, ну скажем так, преграду или ограничить милость Бога в жизни человека? Есть ли такой какой-то момент? Я вспоминаю, однажды, когда брали интервью у Ельцина, ему задали прямой вопрос. Вот вы же понимаете, что не все ваши действия они были правильные, а если вы покаетесь, Бог простит вас? И знаешь, какой был ответ его? Он сказал, что я уже перешел ту черту, после которой нет возврата. Ух ты! Он честно, открыто как-то счел нужным это сказать, да. То есть он дал понять, что даже если я и захочу раскаиваться, то уже, наверное, мне прощения нету. Я думаю, все-таки человек не сможет осознать, перешел он черту или нет. Это только Бог знает. ты не можешь судить, ты перешел эту черту или нет. Если ты уже так судишь, что ты перешел черту и раскаяния нет, это уже говорит о том, что есть вариант для раскаяния. Потому что если следовать словам Иисуса Христа из Евангелия, он сказал, что единственный грех, который не прощается, это хула на Духа Святого. И контекст он объясняет, что это такое. Когда ты свет называешь тьмой, тьму называешь светом. Когда деяние Бога приписываешь дьяволу, деяние дьявола приписываешь Богу. То есть ты потерял уже полностью что? Понимание добра и зла. То есть для тебя вот такое понимание не существует. вот это есть как раз вот тот предел, вот наверное точка невозврата. Но опять же человек никогда, мне кажется, не может понять, находится ли он в этой точке или нет. Это Бог только знает. Возможно, как Давид себя осуждал, человек будет себя осуждать и считать, что для него уже нет спасения вот в силу того нагромождения и того, что он наворотил в своей жизни. Если он так думает, значит он уже не на точке возврата. Потому что точка невозврата это то, когда он не может отличать доброе от плохого. Когда для него плохое, это равнозначно доброму. Свет и тьма это для него синонимы. А если он думает уже, что он, ну в принципе сделал столько злых поступков, то есть он уже анализирует, что он сделал неправильные поступки. Он может об этом думать, что он сделал что-то неправильное. А тот, кто ходит против Духа Святого, он не может понять, что он что-то неправильное сделал. Для него это все правильно. Спасибо большое. Спасибо. Еще один момент хотелось бы, чтобы мы рассмотрели сегодня, говоря о милости Божией. В книге Псалмов очень часто, когда псалмопевец возносит Богу хвалу за милость, за его милосердие, идет такая цитата «Благослови душа моя Господа». Ну, благословение, это же всегда подразумевает наделение чем-то особенным, да, какой-то особой милостью, каким-то каким-то особым подарком. Но вот мы это называем благословением. И понятно, когда благословение исходит от Бога, когда сильнейший или высший что-то дает, ну, скажем так, неимущему или более слабо. Это понятно. Нас благословляет Бог. Но как я могу, ну, чем я Бога могу благословить? Вот что имеют в виду псалмопевцы, когда говорят «Благослови душа моя Господа»? Я не знаю, как в других языках слово благословение какое имеет значение, но так как мы пользуемся русским, то здесь имеет двоякое значение. Это не только тогда, когда ты что-то можешь дать в качестве благословения, но это и то, когда ты есть такое понятие «Я благословляю вас». Или тогда, когда молодожены приходят к родителям и просят благословения от родителей. Это некий такой как это правильно выразить, как это правильно сформулировать. Сейчас я попробую. А ритуал или что ты имеешь в виду? Нет, это не столько ритуал, а сколько такое передача духовного наследия. вот что. Да, я скажу так, что тогда, к примеру, когда молодожены приходят к своим родителям и просят у них благословения на их брак. Это что-то похоже на передачу того духовного наследия, которое хотят родители передать своим детям. Наследие того, чтобы они сохраняли взаимопонимание, наследие того, чтобы они прощали друг друга, наследие того, как тот жизненный опыт, который приобрели родители в совместной жизни, чтобы была возможность поделиться этим опытом с молодыми. хорошо, Костя, а вот в этом моменте благослови душа моя, чем я могу, как это в сторону Бога работает? Как это работает? Родители, понятно, они в данном случае тоже старшие, которые что-то дают, но меньшим, они что-то могут дать. Но что я могу дать Богу? Что в моем случае может быть благословением для Бога? Тогда, когда Бог через меня хочет открыть свое имя другим людям. Пока что в нашем мире это все так работает. Может быть какие-то определенные моменты бывают, когда напрямую Бог открывается человеку, например, с Моисеем или с Павлом, когда он встретился и Бог ему сказал, что ты должен работу свою сделать. Но в большинстве случаев люди узнают о Боге через проповедь. Так же, как Павел говорит, откуда вера, если нет услышания, если я не расскажу, как она появится у других людей, то это и то благословение, наверное, в умах людей, тогда, когда мы благословляем Бога своей жизнью, своей проповедью, или тогда, когда мы высказываем какие-то свои суждения в пользу Бога. благословляем есть, ты имеешь в виду в данном случае это прославление Бога? Скорее всего, прославление, конечно, потому что в принципе часто, когда вот благослови Бога, оно больше выражается вот прославь Бога, это больше вот синонимы вот в этом, то есть благодарю я Бога, я благодарен Богу, и моя благодарность, она выражается в прославлении, восхвалении Бога, потому что по-другому как-то вряд ли я смогу благословить Бога. Да, выразить благодарность Богу мы же можем только одним способом, находиться рядом с Ним и позволить Ему отражаться в нас. прославлять, восхвалять, свидетельствовать о Нем, о Его чудной, вот, потому вот, если мы берем 135-й Псалом, вот, смотри, он структурно, вот, он знаешь, что напоминает, вот, один читает, и хором все отвечают, ибо вовек милость Его, да, это как бы вот часто бывает на клятвах, да, допустим, вот, присяги, вот, вот, это что-то вот нечто вот такое литургическое здесь мы вот наблюдаем, и интересно еще, что вот здесь он рассматривает, вот, скажем, два аспекта, во-первых, начинает с творения, да, если мы видим, потом переходит вот к избавлению израильского народа от Египта, да, и вот он, в принципе, вот этот Псалом, он говорит о том, что начиная с момента творения вплоть до спасения, вот во всем этом видна Божья милость. И потом вспоминается и в унижении нашем, вот после выхода. Да, и вот, когда мы рассматриваем первые три стиха, вот смотри, «славьте Господа», используется Яхва здесь, второй текст, «славьте Бога», используется Элохим, третий, «славьте Господа», используется Адонай. И вот каждое из этих имен, оно соответствует историческому контексту. Например, Яхве, это больше относится вот к тому, что Бог вывел Израиль из Египта. Да, Моисей уже, помнишь, говорит, а если спросят, как его зовут, что сказать? Говорит, скажи Яхве. А Элохим, оно больше связано с чем? С творением. Потому что в первой главе книги «Бытие» мы встречаем только Элохим. Адонай же, это происходит от слова «адон» означает «господин». И вот здесь он, вот, третье, «славьте Господа Господствующих», то есть царя над всеми царями, господины над всеми господинами, да, и вот это больше проявляется, как он поразил вот этих царей. Сигона, да, царя Сигона и кого еще? Ога, да? Царя Васанского. То есть тут перечисляются разные качества Божьего характера. Да, здесь перечисляют три имя Бога, и каждое из этих имен связано с конкретным историческим событием. Но вся соль вот этого псалма в том, что начиная с момента творения, то есть Бог сотворил этот мир, опять же, по своей милости. Бог нас спас, опять же, по своей милости. То есть здесь вот акцент именно на этом, что Бог, во-первых, творец наш, Бог наш искупитель. И все, что Он не делает в нашей жизни, как творец и как искупитель, все это делает по своей милости. Нашей роли, нашей заслуги абсолютно в этом нет. Когда ты начинаешь это осознавать, то удивляешься тому, насколько сильно Бог любит каждого человека, что, ну вот говоря нашим языком, что Он возится с нами, абсолютно этого, незаслуживающему, и ему это не надоедает, и Он желает каждого довести до вечности. Я вспомнил один случай, который, когда я был на одной из молодежных встреч, и организаторы, знаешь, что сделали? В самом конце, перед тем, как должны были все разъехаться, они сделали такое. Один ведущий читал вот эти слова до вовек милостива, а все остальные повторяли вовек милостива, и вот этот весь псалом вот так прочитали, и ты представляешь, с каким духовным зарядом все разъехались. Да. Во-первых, это очень объединяет, потому что все вместе участвуют в этом повторении. Кстати, это если мы возьмем Ездру, третью главу, одиннадцатый стих, как раз там вот это есть. Вот читал Ездра, и народ... И народ повторял. И народ повторял, да. И вовек милостива. Раз это и повторял, вовек милостиву. Вот Ездра, третья глава, одиннадцатый стих, если почитать, вот, ну, я думаю, сейчас нет спасла читать, но там есть вот эта изюминка. Спасибо большое вам за разбор такой интересной темы и такой теплой беседы о милости Божьей, потому что эта тема, ну, вот она к сердцу каждого верующего человека. Если бы мы не имели такого огромного количества заверений в Библии относительно милосердия Божьего по отношению каждому из нас, то проходить через то, через то, что человек проходит на этой земле, было бы очень сложно. Спасибо большое за нашу беседу. Спасибо, да. Закончилась еще одна наша встреча, дорогой друг. Вопрос милосердия очень притягательный и очень мил нашему сердцу, потому что мы полагаемся на милость Божью, и поэтому приходим к Нему. мы ждем ее от Бога и мы просим Его помиловать нас. Но очень сложный этот вопрос для нас становится тогда, когда милость должна исходить от нас. Тогда, когда мы ждем от Бога справедливости, а получаем милосердие. Как нам это уравновесить для самих себя? Да, бывает непросто, но с Божьей помощью, если мы посмотрим на крест Христов, то там мы найдем много ответов на эти вопросы. Если предстоящую неделю вам предстоит решить этот вопрос, посмотрите на крест. И еще одна маленькая просьба, подпишитесь на наш канал, не забудьте и пожелайте нам всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok